Кто в первую очередь желает выступить? Поднимите руку и я дам микрофон. Так, слово предоставляется моему однокурснику, с которым мы 52 года назад закончили Казанский аэритонный институт. Жили в одной каюте, в общежитии, на улице Большая Красная в Казани, если вы знаете, около Кремля. Так вот, пусть он скажет, что он думает о наших юношеских увлечениях. Мы думаем, что мы делаем очень хорошо. И в первую очередь, где-то 15 лет назад, мы, естественно, закончили институт, пути наши рассошлись. Он уехал на север, я уехал на запад, но там нас не приняли, потому что там какой-то, как бы сказать, клерк в отделе кадров. Одну букву в моей специальности написал, другую, и мы попали, естественно, в Казани поток. Мы вернулись в Казань, взяли направление и попали в город Дубнатри, в Московской области. Небольшой авиастроительный завод там был. Там сидели немецких летчиков. Не летчики, вернее, это немецкие самолеты, которые вообще не тренировали время. Они привезли там, естественно, и документации, и самолеты с аппаратной стреловидностью. Вот этот городок сейчас вырос большой, но, естественно, я не мог, татарская наша душа, она не могла, как же так, я мог бы, сколько добраться, надо было минимум туда 2 часа и обратно 2 часа. Поэтому надо куда-то перебираться. Ребята уговорили в Королев, в Атлибке, в Атлибке, кстати. Вот судьба меня забросила в Атлибке. После этого я отрабатывал в Атлибке, и оказалось, что очень оптимально рядом Москва. Ну, 30-40 минут, что такое? Ну, час туда и обратно. Очень много тут концертов, очень много наших земляков. Ну, вот прошло это какое-то время, и вот встретился, я с Ахатом Газельщиком. Это было, по-моему, лет 15 назад. Да, лет 15 назад. Ну, мы долго заседали, здесь какое-то кафе было, я же не помню. Нас там туда выгоняли. Мы часа 3, по-моему, сидели, все обменивались данными. А данные какие? Ну, все понятно, семьи обустроены. Сын, дочь. У меня Марат. Уже у него две дочери. Дочь Галия. У нее тоже девочки и мальчики. Девочки сегодня 18 лет исполнялись. Но пришлось... Я не могу, дедушка, бабака, я не могу, но обещаю, она здесь была вообще-то. Ну... Скажи, как на Восточном, почему оторвался космический спутник? Сегодня? Чего? Да, поздравляю. Ну, что, космонавтики 11-й розыгран. Да, 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 товарищ. Я прямо скажу, что космонавтика такое, ну, как бы сказать, очень сложное дело. И все зависит от людей. Мы, честно говоря, сейчас вступили в эпоху депротезинализма. А что это означает? Все теряют квалификацию. Понимаете? Ну, конечно, допустим, мне еще далеко до Аксакала. Мне пока 3 по 25. Но через месяц будет 3 по 25, плюс еще год, 76. Но я хочу сказать, что мне повезло. В каком плане? Я тоже военно-мостом в флоте был, в экспедиции. Заметные корабли. Космонавт Юрий Гагарин, Академист Иринин Королёв, Космонавт Вадимир Комаров. Так, я эту Атлантику и 7 раз переходил туда сюда. Бывал мы напротив Венесуэл в Антельских островах. Лас-Пальмас там. Ну, на север, в Ханаду мы ходили всегда. Там горшин поднимается вверх и вода там смыкается с холодным течением, там, где рыба живет. Вот когда я все это увидел, я понял, что все-таки хороша страна Балкария, но Россия лучше все. Молодец, а как? Я счастлив, что мы с тобой закончили один институт. Я желаю.